У памятника Петру и Февронии одна пара сменяет другую. Гости города фотографируются парами с детьми. Ну а мы поинтересовались их семейными историями. Дело в том, что я здесь служил в Загорске 89-91 годов. Вы его ждали из армии? Да, три раза приезжала в армию. То есть вы тоже были в Загорске? Была. Ну, 30 лет назад практически, конечно, ничего не помню здесь. А познакомились-то как вы? Расскажите хоть свою историю немножко. Познакомились в Луганске. Подруга нас познакомила. Сразу практически ушел в армию. Я ждала его два года. Свадьбу быстро сыграли? Да, как только пришел с армии. И вместе вы уже? Вместе 29 лет. В чем залог счастливой семейной жизни? Взаимопонимание, доверие к друг другу. Почти столько же вместе семья Ярославлевых, в которой растут шестеро детей. Такую вот награду, знак за любовь и верность, медаль и удостоверение. Узнаем, что вы воспитываете шесть детей. Самое главное, что были здоровы и счастливы. Полина и Олег Прокопенко приехали в посад из Москвы. В перспективе хотят перебраться сюда совсем. А пока приехали всей семьей. С четырьмя дочками и мечтами о сыне. Просим у Сергея Радонежского помощи. Решение о том, что ребенок будет не один и даже не двое. Осознанное такое решение всегда? Я никогда об этом не думала, что будет много детей. Но вот думала, один и хватит. А потом вот как-то вот пришла к Вере. И само собой, само собой, столько детей уже стало у нас. Майя и Виктор Добшиц в Сергеев Посад приезжают каждое лето. Фото у памятника Петра и Февронии. Традиция путешествия. Вот на ваш взгляд, в чем секрет гармоничных отношений? Ну, я думаю, что, наверное, то, что надо понимать друг друга, уступать в чем-то. И где-то просто понимать друг друга. А ваше мнение? Полностью согласен с супругой. Ну, не бывает, чтобы не поссорились. Кто первый идет мириться? Ну, мы не ссоримся, потому что у меня супруга всегда права. Универсального рецепта счастья нет. Каждый видит его по-своему и строит самостоятельно. Но когда рядом есть тот, кто помогает, это уже счастье. Оксана Мирошникова, Илья Халяпин. Программа «События».